Друзья, всем привет! Мы находимся в солнечной Флориде, Соединенные Штаты. И решили сделать для вас небольшой тур по недвижимости, которую строит местный локальный билдер. Вот первый дом, который мы с вами видим сегодня. Эта модель называется Cedar. Вот, пожалуйста, перед вами, Cedar Centax. И площадь его 1662 square feet. Как нам объяснили в офисе, его цена стартовая начинается примерно с отметки в 330 тысяч долларов. Но при этом, если вы делаете какие-то определенные upgrades, то, соответственно, цена его вырастет и будет уже в зависимости от того, что вы заказываете. Давайте вместе начнем смотреть. Сразу перед вами на входе, что мне нравится. Находится спальня. Очень красивая планировка. Ну, надо понимать о том, что мы находимся в Model Unity, поэтому здесь, конечно, такая очень красивая отделка. Очень высокие двери, обратите внимание. Здоровенные большие окна. Высота, естественно, здесь на глаз 9 фитов, может быть, даже больше. Сразу налево мы попадаем в ванну, двигаемся вперед. Дальше мы попадаем в кабинет. Ну, наверное, это даже не столько кабинет, он здесь оформлен, как кабинет. На самом деле, это спальня, потому что я вижу клозет. И, кстати говоря, клозет довольно большой глубины. Если мы пойдем направо, то здесь, соответственно, будет гараж. Вот здесь вот будет гараж. Там сейчас находится селс-офис. И здесь находится у нас ландрия. Стеральная сушильная машина. Очень хорошо. Это, естественно, раздевалочка. Вот она здесь вот. И дальше мы попадаем в самое красивое сокровенное место дома. Вот, пожалуйста, open concept. Довольно симпатичная area. Здесь открытое пространство. Соответственно, холодильник. Все это включено будет от строителей. Все это будет, естественно, новое. Встроенная посудомоечная машина. И, что мне всегда нравилось в американских домах, это довольно большая pantry. Если мы повернемся сейчас сюда, то мы оказываемся в family living area, я бы сказал бы. То есть, видите, здесь стоят, соответственно, диванчики, телевизор. Все это уже оформлено. То есть, строитель дает нам представление о том, как можно распланировать эту недвижимость. Здесь же рядом напротив, напротив столешницы, да, находится у нас обеденная зона. Вот, соответственно, перед вами, пожалуйста. Мне нравится очень симпатичный дизайн. И здесь вот эта большая такая достаточно master bedroom. То есть, примерно, сколько здесь? Наверное, метров 12-15 квадратных метров, наверное, да? И, соответственно, вход в ванную комнату. Здесь у нас душевая кабина, нету ванны. И довольно вот здесь вот большая гардеробная. Гардеробная, собственно говоря, огромного, я бы сказал бы, размера. Вот, если мы сюда посмотрим, тут даже еще на нашу. Вот, посмотри, дальше есть еще дополнительный, даже полки. Не ожидал я. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Дима Торзок Дима Торзок Друзья, пользуясь случаем, что мы с Наташей, которая нас записывает, находимся во Флориде, нам удалось встретиться с нашим агентом Анжелиной Леонардски. Вот она перед вами. И в заключении мы хотели сказать несколько слов о том, что вот сейчас Анжелина только что пообщалась с представителем строителя и нам сказали, что у них есть сколько? Пять моделей, да? Представитель строитель строителя объяснил о том, что первый этаж всегда конкрет, да? То есть он бетонные блоки, а второй этаж, как правило, деревянный. Кстати, он нам интересную вещь сейчас только что рассказал о том, что есть такая вещь, как pest control. И я, например, будучи канадским риэлтором, об этом ничего не знал. Оказывается, в системах стен делается проводка труб, через которые потом снаружи приходит специальный представитель компании, которая занимается контролем за насекомыми. И, собственно говоря, происходит подача какого-то состава определенного через вот эту вот систему труб, которые позволяют сохранять конструкцию дома так, чтобы не образовывались никакие там насекомые. Еще один интересный момент, который нам только что пояснили, я тоже этого не знал, вот по системе ураганов, хорикейнов, для того, чтобы конструкция не развалилась, не упала, как это было раньше, да? Там от фанеры они разлетались. То есть вот эта блочная конструкция состоит, вот каркас дома из этих блоков, внутри которых, я так понимаю, есть отверстия, через них проводится арматура. Она варится по периметру, и она же является как бы анкором и привязывается к крыше. То есть получается, что крыша тоже никуда не улетит. Вот это мне показалось очень интересно. Я думаю, что сегодня достаточно для того, чтобы мы вам сегодня рассказали. Еще раз спасибо за ваше внимание, спасибо Анжелине, что она сегодня к нам присоединилась. Если вы захотите обратиться по поводу Сентекс и хотите купить недвижимость в этом комплексе, пожалуйста, обращайтесь ко мне или к Анжелине. В любом случае, я вас сведу к ней, потому что она будет с вами работать, если понадобится. Спасибо вам большое, Анжелина, спасибо. 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 Субтитры сделал DimaTorzok